2-0, 2-0, очень легко пока справляемся с Сидорчуком и компанией. Итак, вместо получившего желтую карточку в первом тайме Витцеля на поле выходит Вячеслав Малафеев. Неожиданная замена. Посмотрим, как покажет себя Вячеслав в поле. Тимощук, желтую, ну не знаю, не знаю, трудно сказать, стоило ли тут показывать желтую. Там другой какой-то игрок лежал, этот упал. Ну все лежат, в общем-то, сплошная симуляция киевских динамцев. Не ожидали мы то, что они скатятся в такую позорную игру. В первом тайме в посте проигрывали, насмотрелись достойно. Киржаков с мячом. Что же будет делать Киржаков? Ну понятное дело, скорее всего, выходить на ударную позицию. Не получилось это у него. Хороший заброс на левый фланг. Динамовцы атакуют. Прострел в штрафную удары и Ладыгин на месте. И даже этот пас проходит Киржаков. Что же будет делать Киржаков? Трудно даже представить. Неужели это удар? Да, это очередной удар от Киржакова. Но он бы еще и свои квартиры пробил. Чипс и Лейс, кстати, Аршавин должен приободриться. Ну-ка, ну-ка, Андрей. Чипс и Лейс рекламируют прямо на стадионе. Андрей бежит. Ох, хороший подкат. Сразу видно, настроился парень. Рязанцев с мячом. Вячеслав Малафеев. Вячеслав Малафеев. Вячеслав Малафеев. Хороший удар. Но вратари, естественно, умеют бить по мячу. Это неудивительно. Им приходится часто выносить мяч от ворот. Аршавин получает мяч. Финтит. Одного убрал, второго на финте не смог. Какой подкат. Какой великолепный подкат. Но все-таки увидел здесь нарушение со стороны гора и судья. Делает последнее устное предупреждение. А было ли за что его делать? В мяч было сыграно. Бакани. Нырнул. Ой, какая борьба. Как Рандон хорош. Он сегодня просто рвет. На части киевская Динамо. Пас. Только вот мог бы и получше отдать. Отплатить Аршавину, который сегодня столько раз выводил его на ударные позиции. Две голевые отдал. Тимошчук, похоже, доигрался. Тимошчук, похоже, доигрался. И опять Зенит заканчивает матч в десятером. Ну, видно, унтерменш какой-то судит. Таджикская ебала опухшая. Ничего удивительного в том, что такие ошибки допускает судья. Удар 2-1. Надо додержаться, потому что команда последняя. Мы не знаем, что от нее ждать. Мы даже не знаем, что это за команда. 2-1. И напоминаю, что в центре поля по-прежнему играет Малафеев. Поэтому все может быть. Киржаков с мячом. Пас в центр на Рандона, который ждал мяч. Так не делают. Надо было идти на него. Снова апелляции к Арбитру. Только Арбитр сегодня может помочь киевлянам. Мы это уже понимаем. Рязанцев. Удар. Бог ты мой. Вы помните гол Рязанцева в Барселоне? Это было даже лучше. Это было даже лучше. Смотрите. Какая комбинация, во-первых. Как с Рандоном отыграли стеночку. Чисто спартаковская стеночка. И удар. Который невозможно было отбить. Серебряный пулей в оборотня. Засаживает мяч в сетку. У Рязанцев. Аршавин, кстати, начал эту атаку. И вот эта вот стеночка. Как же она смотрится. Не правда ли? Хорошо. Хорошо. Очередная замена. Рыбалка выходит. Я не хочу каламбурить. Но не кажется ли вам, что уже не время для рыбалки? А? А? Ремон 63. Спасибо за подписку, брат. Рандон тоже получает желтую карточку. Ой, тфу, блядь. Ремон, спасибо за подписку. Рандон получает желтую карточку. Я, по-моему, уже заговариваться начал. Я так спать хочу. Ремон, Рандон, блин. У меня уже крыша едет. Я даже не слышу, что я сам говорю, если честно. Я даже не знаю, что я ей сказал-то вначале. Рандон! Ну, может быть, на Сашу? Эх, Сашу, Сашу надо было возвращать. Ну, может быть, на Аршавина и Аршавина? Как? Как ты умудрился промазать Андрей? Да. Мастерство уходит. Вместе с возрастом и цветом волос. Ужасный промах. А такая комбинация. Рязанцев снова был смещен, но в этот раз как-то вяло. Вячеслав Малафеев в подкате. Практически отбирает мяч. Была бы в онлайн-режиме, типа, только с этой камерой, короче, чтобы играть можно было. Дополнительный режим. Это было бы вообще охуенно. И 3-2. 3-2 со спорного штрафного. Радуются темнокожие болельщики киевского Динамо. Но я думаю, что времени уже не хватит, чтобы отыграть еще один мяч. Этот удар Рязанцев, он стал приговором. Рандон. Удар. 4-2. Вот такая вот комбинация. Удар с центра поля. Не знаю кого. Прекрасная игра вратаря. И Рандон делает хет-трик. Да, это Рязанцев бил у него, конечно. Вы посмотрите на удар Рязанцева. Мяч летел по такой траектории, что поймать его было практически невозможно. Но и вот этот двойник Тимащука сыграл намного хуже, чем сам Тимащук. И Рандон в ближний угол. Посмотрите, какой удар. Давайте еще раз посмотрим на этот пушечный выстрел. Посмотрите, это радиоуправляемая ракета прям с центра поля, с линии. Вот этой в одну сторону, потом в другую и вратарь. Посмотрите на его неуверенное лицо, на лицо вратаря. Он как будто уже говорит нам своим видом, блядь, мать твою, нет. Ага. Ну ладно, защитники спасут. И тут такой защитник, он как бы говорит нам своим лицом, нет. И улетает. И Рандон в ближний угол. Запоздал, запоздал с прыжком вратарь, конечно. Красиво, красиво. Лучшая комбинация года. Да, даже в хаксболе такую не всегда. И продолжается главное. Продолжается это изнасилование Рандоном всей соперничьей. Команда соперников. Он еще один отбирает мяч. Входит в штрафную. Что будет делать? Простреливает. И удар. Пять. Два. Вячеслав Малафеев вколачивает последнюю. Последнюю крышку в гвоздь гроба. Если можно так выразиться. Ну конечно же нельзя. Мы понимаем, что я перепутал половину слов. Но я шокирован так же, как и вы. Вы только посмотрите. Как? Как? Как пытался сыграть тут Рандон. И Малафеев в дальнюю. Девять. Снимает паутинку. Ну что ж. Пять-два. Хотя еще. Недавно мы говорили, что не хватит времени у. Скорее всего у. Динамо Киев. Чтобы забить один мяч. Так мало того, что. Динамо Киев. Может забить. Нет, не может Ладыгин. Так еще и Зенит забил два за это время. Еще пять минут добавлено. Аршавин принимает мяч. Не смог принять. Но надо довести до Рандона. Это точно. Рандон сегодня просто не повторим. Рандон нет. Повторим все-таки, наверное. Аршавин с мячом в дальний угол. Тащит вратарь. Это первый, по-моему, его сейв сегодня. Белянда. Белянда неудачно играет, несмотря на гол. Блядь, я с Саниной это и не вижу даже. Киржаков подает. Удар в своего приходится. И здесь тоже ничего не выходит. Нарушение правил фиксирует судья. С стороны Рязанцева. Девяностое минуты продолжается. Все. Пять-два. Великолепная победа нашей команды. Ох, есть что вспомнить. Я даже не знаю, стоит ли смотреть. Шавковский стоял на воротах у Динамо Киев. Ну, это известный пеночник. Давайте посмотрим некоторые опасные моменты. Итак, первый гол, когда еще ничего не предвещало такого разгрома. Посмотрите на игру Шавковского в этом эпизоде. Я раньше обвинял защитника, но теперь... Теперь вратарь, который пытался выбить мяч головой, мне кажется, большим долбоебом, чем защитник на ближней штанге. Это удаление Тимащука. В тот момент на 70-й минуте счет был 1-0 и... Нет, 2-0. Но почему-то нам не показали один из голов. А это Рязанцев. Его пушка страшная. 3-0. Становится еще 3-1, по-моему, в тот момент. Какая подработка, как он вложился в этот удар. 76-ая минута. Давно мы не видели таких ударов от наших футболистов. А это гол Динамо Киев. Обратите внимание на действия Гарая, который сначала занял позицию именно в том углу, в который прилетел мяч, а потом начал бегать по вратарской и мешать Ладыгину. Бельханда забивает этот мяч. Ну а дальше... Дальше произошло... Самое смешное в этом матче это сначала довольно забавный гол Соломона Рандона. Ну а потом... Ну а потом... Гол Вячеслава Малафеева с 20 метров в дальнюю 9. Потрясающе. Итак, остается только последняя загадка сегодняшнего стрима. Что это за команда под названием Бризайн, которая проиграла Наполе со счетом 0-1? И сейчас мы узнаем ответ на этот вопрос. Ну а сначала... Как обычно, состав. Халка не будет в этом матче. Большая потеря. Вместо него сыграет... Киржаков. Или Даня на той позиции, наверное, даже лучше будет смотреться. Да... Киржакова не будет... А где Рязанцев? А, он что-то настроение потерял. Нет, тогда Киржаков будет. Киржаков снова сыграет. Лодыгин вот присядет на лавочку. Вместо него будет Бабурин в этом матче. Лодников, Рязанцев, Соловьев. И кто эти люди вообще? Ну что ж... А, мы и так видим, что Бризайн это... Это Брага. У них Критсук на воротах. А, да, это Брага. Да, и Дер.